Итак, всем привет, с вами Супер, сегодня у меня будет снимать видео про Hearthstone Heroes on the World Craft. Так, значит, я, наверное, один из первых, ну, может быть, не один из первых. Получил 13 ранг, она практически мне арена, кстати, чуток больше, ну, прям, ну, осталось 400 побед сделать, но окей. Я не про это, я про то, что я хочу просто набрать, попытаться, это вторая попытка у меня, легенду взять. У меня максимальный ранг, вроде как, первый, да, первый ранг, или второй, вот, плохо, конечно, если в то время сделали бы, я уже четвертым рангом был бы автоматом, вот, ну, ладно, бывает. Хорошо, так, хотят нас добавить, иди нафиг просто, так, да, этот чувак, короче, меня этот чувак уничтожил, но сейчас давайте переключимся в этот deck tracker, хотел показать, сколько у меня побед на разгонницу. И на чернокнижник, охотников, кстати, я ни разу не играл, и не собираюсь, значит, я разбойник сыграл до такого степени, пока не проиграю еще одну звезду, вот. Давайте перейдем к deck tracker. Итак, мой deck tracker, надеюсь, тут все видно. Так, разбойник, значит, 9 побед и 2 раза поражение, вот. Вроде сегодня обновили счетчик ранга, да, вот. Вот, я делал 10-й ранг, но у меня он сбросился, вот. Чернокнижником, вот таким, очень плохим, кстати, не самая лучшая колода, я ей 2 раза тупо проиграл. А разбойницы, вот, так, сейчас вам покажу. Одно поражение, победа, вот еще одно поражение, друиду, нефритому. Вот, все же, 2 поражения, представляете себе, и, так, или 3 поражения, так, может, ты сосчитала, так. 4 поражения, по идее, и 9 побед, вот. Не 82, а там, наверное, должен быть по-другому, не обновился просто. Ну, бывает, в принципе. Вот, окей, давайте перейдем керобрата в хэрдстоун, и я вам покажу. Будем открывать, короче, паки, да, паки хочу открыть на 900 своего золота. Итак, я при вас буду сейчас покупать 9 паков, 10 паков, вроде как, обещанная легендарка, но мне, на самом деле, 2 выпадало. Я не понимаю, как хэрдстоун вообще делается, как он там работает. Вот, так, окей. Через жопу, что ли, я вообще не знаю. Потому что, ну, иногда выпадает легендарка, иногда не выпадает, вот на факт просто. Чисто будем сейчас эти паки открывать, обычные. У меня легендарки из обычных очень много нету, вот. Некоторых я давным-давно распылил, когда я играл новичком, я не знаю, зачем я это делал. Они вроде как были имбовыми, вот. Но их фиксили некоторые карты. Так, я кликаю очень сильно, наверное, вам это слышно. Вот. Хочу по-быстрому просто открывать паки и попрощаться на этом. Вот. Ну, попытайтесь легендарную арену взять. Вот. У меня еще его нету обложки этой карты. Вот так. Быстрее, 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 быстрее. Надо еще новую обложку того сезона взять, январьского. Эпическая карта. Ну, давай легендарку, давай, 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 не подведи. И... Нет. Ну, пожалуйста, ну, вы что, серьезно? Ну, конечно, легендарки не будете, я буду в шоке. Ну, хотя бы давай на последнем паке. Эпик, эпик. Ну, эпик мне не нужно, вы понимаете, два эпика у меня уже. Ну, они вообще не нужны. На распыление пойдут это по-любому. Вы что, серьезно? Десять паков обещанных и ноль легендарки. Ну, наверное, давайте с катакомбой кобальты. Да, задолбали, мне эпик не нужно. Хотя, это эпик неплохой. Этого, аллокирование, вроде как, вызывает. Если все тотемы есть. Блин, ну дерьмо, выпало на самом деле, блин. Все золото просто сразу бы никуда. Вот просто посмотрите, сколько... Он дали этого, вроде как, да, распылить лишние карты. Распыляем. Сейчас здесь скриппыль, хорошо. Ну, короче, снова давайте посмотрим, какие нам выпали. Вездопад. Я его распылял. Спыльная ловушка. Вот эти новые карты. Старая карта. Ну, теперь мне два есть, можно сделать попытаться шамана на Тотема. Хотя это дерьмовая идея, но если у шамана одна прикольная карта, сейчас я вам покажу за две маны. Две или за три, вот так. Можно вообще определенный тотем выбрать. То есть базовый тотем, еще свой тотем, и потом на пятый ход попытаться сделать Алла Кира. То есть, два Алла Кира, это будет топово. Если вы сможете. На пятый и шестой выход. Окей, давайте сейчас чешных книжечек посмотрим. Чешных книжечек. О, у меня вот эти сразу две карты не было. Вот такой, но можно распылить. Вот, ну, попытаюсь потом создать этого чешных книжечка топового. Тир, не знаю, какой-то. Тир один, вроде как-то. Ну, не точно. Новый. Новый, вопросный знак, да? Раз. Ну, вот эти карты. Вот тут для арены. Ну, нормально, не топово. Разрушитель можно распылить, конечно, но я не буду. Хорошо. Пусть будут еще распылить, когда мне это будет нужно. Вот. Давайте я вам покажу, какие мне деки. У меня все практически агротеки, да. Все. Сто процентов все. Смотрите. Первая агротека. Вот такой охотник. Сейчас еще охотники делают, я не знаю почему. Ну, на заклинаниях, значит, вот таких сейчас вам покажу. Вообще, непонятно вообще, зачем вот они тупо питомцев берут. Сейчас вам покажу. Секреты, вот такие обереги берут. Ну, может быть, это имбово, я не спорю. Но, как по мне, это как-то гермовая колода вообще. Получается так. Это новая карта. Колкубльт от катакомбы. Вот, ко мне. Вот. И потом берут на девятых охот на всякий зов лесов. Не понимаю, зачем это. На самом деле, ну, существа самого охотника слишком имбовые. Вы понимаете? Вы ставите того же бродячего кота, уже две карты. Один-один. И просто его бафайте пасарем. Это просто имба. Пасарь, это имба. Это, считайте, 6-5 за 4 ма. Вот. Да, и можно питомца своего использовать вот этого. Ну, зачем заклинание делать из-за одного лишнего питомца? Это вообще тупизм просто. Самый тупизм и тупизм. Может быть, кто-то уничтожает других. Не знаю, выслеживание могут. Может, берут охоту, я не знаю. Свечка стрел, да? Ну, да. Кстати, оружие берут. Но это глупо. Очень глупо. Вот. Может быть, на 20-х рангах вы сможете кого-то побеждать? Ну, на легенде это вряд ли. Ну, может быть, тащит. Но это не факт. Окей. На этом мы будем прощаться. Что-то заговорился. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, если еще подписался в мою группу ВКонтакте, ссылочка в описании и на лайв-канал. Все. Всем удачи. Всем пока-пока.